27 миллиардов рублей – такова общая сумма средств, которые в 2017 году было запланировано израсходовать в нашей стране в рамках программы «Комфортная городская среда», инициированной партией «Единая Россия». Реализация проекта завершается. В Магнитогорске жители принимают последние готовые дворы. В нашем городе на то, чтобы заасфальтировать проезды, сделать новые карманы, поставить детское игровое оборудование, урны и скамейки ушло 96 миллионов рублей. Подробности в сюжете Галины Смирновой. На этот раз работу подрядчиков принимают два двора, один из которых на 12-м участке. Жители домов в районе пересечения улиц Салтыкова-Щедрина и Тарасенко собрались и, как везде по городу, приняли решение сделать дополнительные карманы для машин, огородить детскую площадку. Были выполнены работы по устройству парковочных карманов, по ремонту асфальтобетонного покрытия, а также по установке игрового оборудования. 12 единиц игрового оборудования было установлено на существующую детскую площадку. Также она была огорожена. Суммы по Магнитогорску разные. Все зависит как от финансирования, то есть от количества жителей, так и от объема требуемых работ. Например, есть дворы в новых районах, где ушло около 5 миллионов рублей. Но по большей части суммы были в районе 2-3 миллионов. Мы довольны. Сделаем субботничек сейчас. Жители уже согласны. Да, уже объявления висят на домах. Мы сделаем маленький субботничек и по весне. И будет хорошо. Дома были пенсионерские, а сейчас омолаживается. Много детей появляется. И мы довольны. Еще один обновленный двор в поселке Цементников в районе пересечения улиц Клинкерной и Цементной. Здесь работы практически один в один, как на соседнем 12-м участке. На данном адресе это улица Цементная 1-2 и улица Клинкерная. Также было в рамках комфортной среды выполнено мероприятие по устройству в парковочных карманах. Дополнительная площадь составила порядка 400 квадратных метров. Выполнен был ремонт от фальтобетонного покрытия, межквартальных проходов и проездов в объеме порядка 600 квадратных метров. В программе «Комфортная городская среда» неважно, кто принимает в ней участие – чисто городские жители или обитатели окрестных поселков городского типа. У людей везде одинаковые возможности. Было бы желание жителей и согласие между ними. А общественности и депутаты, в свою очередь, обеспечат контроль за выполнением и качеством работ. Оно, к слову, не везде идеальное. Недостатки есть. Особенно они заметны на территории 12-го участка. Там детское игровое оборудование установлено не по стандартам. Подрядчик должен исправить в ближайшие дни, иначе оплату подрядчик не получит. Ну и планировка территории. Нужно быть поаккуратнее в благоустройстве прилегающей территории. То же самое. Подрядчик и здешний на этом поселке, на 12-м участке, нас заверил, что в ближайшие дни все эти мелкие недочеты устранит. В этом году работы по внутреннему благоустройству закончены, но проект «Комфортная городская среда» будет продолжен. Принять в нем участие может любой двор Магнитогорска. Всю необходимую информацию вы можете получить по телефону горячей линии «Единой России» 25 00 25. Галина Смирнова, Влад Набиев, телекомпания ТВН.